Всем доброе утро! Приехали поблестить мелких куней. На крупных не надеемся, но размяться, набить руку перед открытием хорошего клевого сезона. Приступаем к работе! Субтитры делал DimaTorzok На блесну блесны бывают разные, голубые и красные. На голубые мы не ловим только на желтые, на медные и на белые. Соответственно, когда клюет мелкий окунь, на мой взгляд, не особо важно, какая там блесна. Вот когда этот мелкий окунь клюет плохо, вот тогда это, конечно, немаловажный фактор, влияющий на уловы. На миле это мелкие блесны, 30-40 мм, не больше. С сторонничком с подвесным желательно. А по форме могут быть разные блесны, лишь бы она достаточно хорошо и активно играла. Игру можно добиться непосредственно удочки. То есть, в зависимости от взмахов у вас и будет такая игра. Потому что некоторые блесны играют на сброс, начинают медленно подъем, резкие запускания, и блесна резко уходит в сторону. Это так называемые поисковые блесны. Но если блесна, которая работает на сброс, начинаете играть маленькими короткими движениями, то она как бы на месте делает микрокульбиты. И сначала длинными движениями вы сделали так называемые заманивающие движения, чтобы блесна широко походила, поиграла. А потом начинаете делать короткие взмахи, и соответственно блесна маленько переворачивается в воздухе и повисает. И вот на этих, там уже в зависимости от клева идет пауза. В этот момент происходит обычно поклевка, то есть на коротких взмахах. А вот при очень активном клеве, там бывают такие ситуации, что мы только отпускаем блесну, она еще не успела опуститься до дна и уже резко не идет. Все, она медленно уходится. Понятно, окунь уже ее проглотил и ждет, когда мы его подсыпем. Но обычно это несколько взмахов пошире, сантиметров по 20, по 30. Можно при плохом клеве постучать по дну раза 3-4 и сделать подъем сантиметров на 5, не больше. И сделать достаточно большую паузу, потому что окунь в эти моменты приближается к блесне, смотрит на нее, думает о чем-то о своем, и потом какой-то один из них самый отважный начинает ее атаковать. А потом начинается уже раздача, то есть там уже некогда делать какие-то паузы, приходится уже ловить одну за одной. Но это там 4-5 штук и они прикачают легкие, приходится менять его у соседей. Удочку желательно иметь очень легкую, то есть чем она легче, там буквально 10, 15, 20 граммов, тем она лучше. На мой взгляд, чем удочка длиньше, тем более слабые поклевки лучше ощущается рукой, потому что физику никто не отменял, и так называемый момент силы при легком соприкосновении на большом рычаге у вас происходит более сильная передача на руку. Вот и соответственно все движения, малейшие прикосновения вы все чувствуете. Я почему рыбачу со старожком, то есть я не спортсмен, хоть я и рыбачу уже каких-то там 47 лет, но я не спортсмен. И поэтому мне не нужно бегать по водоему, искать где там, пока лунка ловит без остановки, чтобы поймать там одного-два окуня лишних. А я рыбачу и получаю удовольствие от ловли. Так вот, бывают такие дни, к сожалению, бывают намного чаще, чем дни, когда рыба ловится. Вот в те дни, когда рыба не ловится, в некоторых лунках начинается так называемый подброс. То есть рыба показывает, что она есть, но врать она не берет. Так вот, если кивка нет, то увидеть эту поклевку на подброс практически невозможно. То есть кивок уже для того, чтобы понять, что у вас идет кучок снизу, кивок немного повернется, а удара в руку, так называемого удара, которого ты почувствуешь еще, его не происходит. А вот подброс микроскопический и становится ясно, что рыба под лункой есть. Так вот, дальше уже, как ее оттуда выцегонить, выцепить и выловить в конечном итоге, тут уже нужно думать, подбирать блесны, подбирать работу, может быть стать какие-то провокаторы или еще что-то такое. Вот для меня вот это основная задача, а не брить площадь и не искать активную лунку. То есть я люблю посоревноваться с рыбой, а не с соседом. Вот такая основная задача. Ну а когда идет активный клев, я очень люблю смотреть на кивок. Ну и к тому же держать в руке, с каждым днем все становится сложнее и сложнее, потому что рука все равно трясется, даже если рука находится на колене. И на кивок, при особенно длинной удочке, это хорошо передается не на кивок, а на кончик удилища передается. То есть глухой такой посадки, то есть после взмахи не получается, все равно какие-то колебания происходят. Так вот, если ты держишь рукой. Ну я обычно не люблю рыбачить через ногу. Я, допустим, нашел глубину, отрегулировал четко на катушке, поставил удильник, все. И у меня идет жесткая посадка. Вот кивок один раз двинулся вниз и стоит замер на месте. Значит, почему я ловлю через ногу, очень удобно. То есть у меня фиксированная глубина блесна находится там, где мне нужно. Я могу это вплоть до сантиметра вымерить эту глубину относительно льда. А когда мне нужно, допустим, начать игру с подъемом блесны, то я делаю очень просто. Значит, вот у меня здесь находится дно. Вот, допустим, вот оно у нас дно. Я маленько приподнял. Работаю таким образом. Если у нас поклевок нету, не происходит, то я делаю подъем блесны с каждым разом. Причем это будет очень дозированно и тихонько. Вот я передвигаю по сапогу. Блесна поднялась там на два сантиметра. Следующий подъем так. И следующий подъем так. Обычно в эти моменты происходит поклевок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, первый покрупнее сегодня окунек попал. Хе-хе-хе, подошел, короче говоря, к лунке, один раз трянул и сразу попал окунек. Ну что, друзья, вот и завершилась наша короткометражная рыбалка по блеснению окуней. Поймали по десятку, наверное, где-то там. Нет, я поймал побольше, я поймал, что тут 20-30, не знаю, они все вот такого размера. Да, небольшие такие. Поэтому трофейных ничего нет. Один попал такой, все остальные вот такие. Коробок не залезут, но в пачке сигарет поместится 100%. Ну, по крайней мере, сегодня мы вам немного рассказали о том, как блеснить окуня. Ну, конечно, там для бывалых рыбаков, для тех, кто там уже всю жизнь окуней блеснить, мы ничего нового не рассказали. Но, может быть, кому-то что-то новенькое и показали. Да, безусловно. Еще раз повторяем, мы не спортсмены. Да. Но рыбу ловим. Но рыбу ловим. По своего удовольствия свежим воздухом дышим, лунки свернем, помогаем рации, чтобы рыба там живая была. Да. Так что вот, ребят, если видео понравилось, то можете на канал еще заглянуть, посмотреть, там еще много разных видео интересных есть. Да. Но самое главное, уходите от компьютера на природу в лес. Да. Получите в пять раз больше удовольствия. Да. Ну, давайте. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok